Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы гостей радио Исламской Республики Иран. Сенат Франции в среду, приняв резолюцию, призвал правительство этой страны признать конфликтующую Нагорный Карабах независимой республикой. Принятие этой символической резолюции не означает, что правительство Франции признает Нагорный Карабах независимой республикой, но эта мера считается поддержкой армянского общества Франции. Ни одна страна, даже Армения, официально не признают независимость Карабаха, за которую уже несколько десятилетий воюют Армения и Азербайджан. Госсекретарь при МИДе Франции Жан-Батист Лемуан в заявлении подверг критике принятия такой резолюции сказал, что одностороннее признание Франции независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому, ни Армении, ни населению Карабаха. МИД Азербайджан в заявлении сообщил, что эта резолюция была подготовлена группой сенаторов, которые выступали в защиту Армении. В заявлении МИД Азербайджана говорится, принятие всецелой односторонней резолюции со стороны Сената Франции можно назвать лишь подстрекательной акцией. В этом заявлении отмечается, мы хотим подчеркнуть, что принята резолюция с Сенатом Франции не имеет правовой силы, несмотря на это, принимая во внимание политическую важность этой резолюции и ее принятие в стране, которая выступает посредником в Нагорно-Карабахском конфликте, ставит под сомнение нейтралитет Франции. Эта резолюция подрывает авторитет Франции как посредника в глазах азербайджанского общества. И мы поговорили о Нагорно-Карабахском конфликте со Станиславом Притчином, кандидатом исторических наук из Института Востоковедения Российской Академии Наук. И первый вопрос, который мы задали Станиславу Притчину, это что вы думаете о мирном соглашении между республикой Азербайджан и Армении? Может ли оно обеспечить стабильный мир в Нагорном Карабахе? Да, действительно, соглашение о перемирии, которое было подписано в ночь с 9 на 10 ноября, очень важный документ, который позволил остановить Вторую Карабахскую войну, которая длилась 6 недель. Это, наверное, было самое кровопролитное и самое серьезное противостояние с 1994 года, с мая, когда были подписаны бишкекские протоколы о перемирии. И сейчас, конечно же, если судить о эффективности этого соглашения по итогам практически двух недель с момента подписания, мы можем говорить, что они достаточно эффективны, они выполняются. То есть все те пункты, которые прописаны там, самый главный из них – это остановка конфликта, выполнены. И сейчас мы видим, что постепенно идет возвращение азербайджанских регионов вокруг Нагорного Карабаха под контроль самого Азербайджана, выводы армянских войск из этих регионов. Ну и ключевым элементом данного соглашения является размещение российских миротворцев, которые практически уже утром 10 ноября начали выезд и перелет сначала в Ереван, а затем переезд уже в Нагорный Карабах для того, чтобы обеспечивать перемирие и сохранение этого перемирия. Вот по вчерашнему сообщению Министерства обороны Российской Федерации, перемирие соблюдается, и все те пункты, которые прописаны в соглашении, они выполняются обеими сторонами без каких-либо серьезных задержек. Следующий вопрос, который мы задали Саниславу Причину, звучит в следующем. В отношении роли Ирана в качестве самого близкого соседа Нагорно-Карабахского региона у этой страны есть ряд вопросов и озабоченностей в связи с достигнутым мирным соглашением, в том числе коридор, связывающий территорию Азербайджана с республикой Махичевань. Иран считает угрозой для своей границы с Арменией, также есть ряд вопросов о военном или гражданском, национальном или международном характере данного коридора, а также о присутствии зарубежных, в том числе турецких и израильских сил в регионе. И может ли соглашение обеспечить требования и ожидания Ирана? Ну, с одной стороны, мы можем смотреть, что, во-первых, южная часть Нагорно-Карабахской республики, которая в основном представляла собой азербайджанские районы, Физулинский район, Джабраильские районы, Азербайджан вернул их себе и таким образом вернул контроль над азербайджано-иранской границей, которая долгое время находилась под армянским контролем. То есть, с одной стороны, для Ирана ситуация во многом стала более позитивной, потому что де юра Ирана-азербайджанская граница, большая часть ее находилась под контролем Армении. Сейчас статус-кво восстановлен, сейчас Азербайджан контролирует на протяжении всей длины Ирана-азербайджанскую границу. Это означает, что в этих районах не ожидается никаких конфликтных в дальнейшем обострений, потому что, согласно всем международным нормам, это азербайджанская территория, это даже не Нагорный Карабах. В таких условиях для Ирана, для северной части, для северной границы Ирана, ситуация во многом становится даже более предсказуемой с точки зрения межгосударственных отношений между Азербайджаном и с Ираном. Если говорить о сухопутном маршруте между Нахичеванской республикой и Азербайджаном, то здесь, если мы посмотрим на 10-й пункт соглашения о перемирии в отношении Нагорного Карабаха, Там, в частности, сказано, что этот транспортный маршрут должен обеспечить сухопутную связь между Нахичеванем и Республикой Азербайджаном под контролем российской пограничной службы, которая обеспечивает защиту южных границ Армении. Ничего не говорится о том, что передается какая-то часть территории Армении под контроль Азербайджана для того, чтобы эта связь была. Соответственно, для Ирана здесь дополнительных рисков не возникает, потому что в целом это будет просто часть плана по экономическому разблокированию. То же самое, что существует и Лачинский коридор, который обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Армянской республикой. Если говорить про неофициальные военные группировки, которые присутствуют в регионе, то здесь ситуация находится в определенной степени под контролем, потому что размещены российские военные в регионе, и они обеспечивают в первую очередь соблюдение перемирия. Поэтому появление любых неподконтрольных властям военных объектов и военных может, в любом случае будет выявлено российскими военными и пресечена их деятельность. Поэтому в такой ситуации мы в целом видим, что ситуация достаточно стабильная и предсказуемая, потому что самое главное это соблюдение мира. В ходе конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагала все усилия для укрепления своего влияния и присутствия в регионе. Даже некоторые источники сообщили о том, что Анкара перемещала боевиков ДАЭШ из Сирии в Карабах. Можно ли считать мирное соглашение между Азербайджанской республикой и Арменией победой для Российской Федерации над Турцией в этом регионе? В какой-то степени да. Но здесь, во-первых, самое главное нужно исходить из того, что остановлена кровопролитие, остановлена война между двумя братскими республиками, которые долгое время жили вместе и которые последние 30 лет отчаянно враждуют между собой. Это самое главное достижение. То, что главным переговорщиком выступила Россия и сумела достичь мира между Арменией и Азербайджаном, это тоже показательно, потому что Россия, в отличие от Турции, не поддерживала ни одну из сторон данного конфликта, занимая равноудаленную позицию. Так же, как и Иран, например. Не поддерживая там, как Турция, например, Азербайджан. Когда ты являешься сторонником одной из сторон конфликта, очень сложно выступать в качестве посредника. Поэтому надежды Турции на то, что она сможет в конечном итоге войти в Минскую группу, например, или стать непосредственно переговорщиком, очень сложно рассчитывать, когда ты поддерживаешь одну сторону конфликта. Поэтому здесь изначально позиция Турции, она была достаточно авантюристичной за счет такой активной политики поддержать Азербайджан и в случае его победы обеспечивать, быть гарантом его победы. Что, в принципе, не соответствует вообще роли международного посредника. В конечном итоге получилось так, что Турция оказалась за бортом всех договоренностей. Турция нигде не фигурирует в соглашении, да, и по факту, если мы посмотрим, те надежды Турции на закрепление в регионе, они не оправдались. Турция не является гарантом соблюдения безопасности и не является, по сути дела, участником даже этих соглашений. Тот компромисс, который заключается в том, что турецкие военные будут присутствовать в мониторинговом центре, ну, это такая достаточно ограниченная мера, потому что это даже не миротворческая миссия, это мониторинговая миссия. И она будет осуществляться в кооперации с российскими военными. И последний вопрос, который мы задали Станиславу Притчину, следующий. На прошлой неделе главы МИД Ирана и России прибыли в Ереван. Как вы думаете, какие цели данных почти одновременно визитов? Могут ли они быть связаны с протестами внутри Армении после подписания мирного соглашения с Азербайджанской республикой? С одной стороны, можно, конечно, увязывать, но, как мы видим, предмет переговоров в Армении и в Азербайджане заключался в том, что каким образом дальше двигаться сторонам в отношении конфликта и каким образом дальше реализовывать план соглашения, достигнутый 9 ноября при посредничестве российского президента. Поэтому здесь основная задача была сверхчасов по выполнению и реализации соглашений, и обсуждение дальнейших планов, куда двигаться, как развиваться и вообще каким образом дальше двигаться по направлению развития отношений в регионе. Основная задача была не в том, чтобы каким-то образом повлиять на развитие внутриполитических процессов в Армении. Основная задача визита Лаврова сначала, и не только Лаврова, а в принципе большой делегации российской, сначала в Ереван, а потом в Баку, обсудить план реализации и выполнения соглашений о перемирии, и обсуждение дальнейших планов по нормализации ситуации в регионе. То есть это была главная задача, а не реакция. То есть в Баку не было необходимости ехать, чтобы каким-то образом успокаивать внутриполитическую ситуацию. Поэтому здесь цели были совершенно другие, не связаны с внутриполитическим развитием.